МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто из казахстанских режиссёров оказался в списке лучших азиатских постановщиков? Какую новую биографическую работу представит Досхан Желжаксынов? И о чём рассказала Вайнона Райдер в новом интервью прямо сейчас на телеканале 24КЗ. В прошлом году режиссёр Адильхан Ержанов выставил на суд зрителей свою новую работу – «Хозяева». Картина побывала на разных кинофестивалях и вошла в список лучших азиатских фильмов. Работа Адильхана Ержанова принимала участие на кинофестивалях в Южной Корее, Словакии, Польше, Сингапуре, Голландии, Франции, Канаде. По итогам опросов известных кинокритиков, список лучших азиатских фильмов был составлен Пусанским институтом кино Южная Корея. Лента «Хозяева», мировая премьера которой прошла в 2014 году на Каннском фестивале, оказалась в списке единственной из казахстанских. Также институтом кино был составлен список лучших азиатских режиссёров. В него вошли и казахстанские кинематографисты Дарижан Умирбаев, Шакен Айманов, Адильхан Ержанов и Рустем Абдрашев. Тем временем студия «Казахфильм» готовит к выходу на большие экраны свою новую работу. Лента под названием «Кунадбай» расскажет о жизненном пути отца великого просветителя казахского народа Абая Кунадбаева. Режиссёром полнометражного фильма выступил Досхан Жолжаксынов, который также исполнитель главной роли. По словам создателей, картина не только расскажет биографию Кунадбая, но и воссоздаст на экране эпоху нашей страны в 19 веке. Эта картина, которая выйдет на большой экран 15 октября, стала второй для режиссёра. В 2009 году он дебютировал с картиной «Биржан Сал», где также исполнил главную роль легендарного народного певца и композитора Биржана Кожагулова. По традиции, осенью в прокат выходят самые долгожданные фильмы. Какие кассовые сборы собрали премьеры этого сезона? Далее в рубрике «Кино в цифрах». Прошедшая неделя выдалась очень удачной для картин, вышедших в это время. Несмотря на всеобщий кризис и неразбериху с курсом валют, зрители продолжают пополнять кассу кинопроката. Кто стал лидером на этой неделе, узнаем из нашего следующего сюжета. Франко-китайский боевик-перевозчик «Наследие» стартовал в США с кассой в 7,3 миллионов долларов, собранных с 3434 экранов. Напомним, что это первый фильм серии, где в главной роли не Джейсон Стейтем. Первая часть серии вышла в США в 2002 году и дебютировала с кассой 9,1 миллионов долларов. Сиквел вышел в 2005 году и собрал на старте уже 16,5 миллионов долларов. Третья часть была чуть менее успешной, но даже она заработала сразу после выхода 12 миллионов долларов. «Наследие» на таком фоне выглядит однозначным провалом. Музыкальная драма, когда мама младшей дочки завершила прошедшие выходные с показателем 4 миллиона 570 тысяч долларов. Общая касса проката в США 31 миллион 100 тысяч долларов. Это очень хороший показатель для фильма с бюджетом 18 миллионов долларов. Комедия Джуда Апатау «Девушка без комплексов» при своем 35-миллионном бюджете в минувший уикенд собрала 3 миллиона 800 тысяч долларов. Общая касса за прокат по всему миру составила уже более 135 миллионов долларов. Переходим к новостям мирового кинематографа. Войнона Райдер подтвердила слухи о съемках продолжения ленты «Битл Джуз», появившиеся в СМИ в конце прошлого года. Актриса сообщила о своем участии в проекте в ходе недавнего телеинтервью. Да, сиквел «Битл Джуза» будет. Я не знаю всех подробностей проекта. Тим работает над фильмом в режиме секретности. Войнона добавила, что вновь сыграет полюбившегося всем персонажа. Лидию Дитс. Кроме того, в фильме появится Майкл Киттон, исполнивший в комедии роль безумного призрака. Как ранее сообщалось, режиссер Тим Бертон практически завершил работу над сценарием сиквела «Битл Джуза». Однако остальные детали проекта по-прежнему держатся в тайне. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся вновь на телеканале 24KZ уже совсем скоро. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова